Мемориальный скульптурный комплекс 70 лет назад директор завода Ама Елен поддержал Грабина и самостоятельно принял решение начать производство новых пушек без директива сверху. И в сентябре 1941 года завод нелегально отправил на фронт первую партию пушек ЗИС-3. Завод в годы войны произвел более 100 тысяч орудий. Причем пушка ИС-3, конструктора Грабина, она была самой лучшей пушка. Вообще за все эти времена мы должны сохранить этот подвиг в веках. Он поможет нам в дальнейшем построить хорошее будущее. За легкость и изящество военные ласково называли ее «Лебедушка». Именно о ней Сталин сказал, эта пушка выиграла войну. За неполных полтора года завод нарастил производство пушек 18 раз. Представляете, то, что делали за месяц, начали делать практически за одни сутки. Пушка, которая установлена вот здесь, сегодня лучшая пушка Второй мировой войны. За годы войны горьковчане дали фронту 38 тысяч танков, более тысячи «катюш» и 27 подводных лодок. Каждый третий грузовой автомобиль и каждый четвертый самолет был из Горького. Этот новый мемориальный комплекс прославляет трудовой подвиг горьковчан. Ветеранов это очень радует. Это просто бесподобно. Я так рада, что Елен особенно, я помню, он мне, я еще работала в первом отделе, он звонит, я как раз дежурил, звонил, и вот такой 93-й, я говорю, я знаю, мой Сергеевич. После открытия мемориала почетные гости возложили цветы к вечному огню на территории завода. Открытие новых памятников в Нижнем Новгороде в преддверии Дня Победы еще раз напоминает, что наш город является арсеналом Победы.